здравствуйте меня зовут костецкая светлана я врач эндокринолог сегодня мы поговорим о такой проблеме как не сахарный диабет эта патология относится тоже к эндокринной системе и связано с тем что в гипофизе или гипоталамусе происходит какая-то катастрофа это связано с нехваткой выработки гормона вазопресина или антидиуретического гормона почему же называют несахарный диабет дело в том что симптомы этого заболевания очень похожи на начало сахарного диабета а именно жажда частое мочеиспускание несахарный диабет возникает после перенесенных операций на головном мозге инсультов то есть катастроф связанных именно с головным мозгом при появлении таких симптомов как жажда повышенное мочеиспускание конечно же нужно обратиться к врачу эндокринологу потому что только по клинике такой диагноз поставить невозможно для этого нужно сдать определенные анализы при этом заболевании уровень сахара остается в норме заболевание несахарным диабетом требует постоянного контроля наблюдения у эндокринолога и приема препарата с этой патологией можно жить долгие годы однако необходимо принимать лечение и вовремя обращаться к врачу для обследования чтобы правильно поставить диагноз необходимо обратиться либо к семейному врачу либо к эндокринологу вам назначат определенный набор анализов после которого назначат правильное лечение не занимайтесь самолечением обращайтесь к специалистам будьте здоровы